Библейский портал экзегет.ру представляет Ко мне пришло несколько израильских старейшин, они сели предо мной. Интересно, что старейшины все-таки относятся к Иезекиилю с уважением. Ситуация плена, в которой они оказались, то есть вот не просто все хорошо и давайте развлекаться, есть, пить, веселиться, заодно послушаем пророков, которые нам приятное говорят. Они в израильской земле уже не живут, они уже в Вавилонии, в плену. И, возможно, мучительно пытаются понять, что же происходит. И приходят к нему, хотя он говорит крайне неприятные для них вещи. И было мне слово Господне, сын человеческий. Эти люди впустили в свои сердца собственных идолов, загородили себе взор собственным пороком, как же я отвечу им? Да, то есть все занято, и сердце, и взор заняты. Так что обратись к старейшинам Израиля и передай им, что говорит Владыка Господь. Если кто из дома Израилева впустил в свое сердце собственного идола, загородил себе взор собственным пороком и пришел к пророку, то и ответ от Господа будет таков, какого заслуживает множество его идолов. Пусть уразумеет Израиль, что все они стали чужими мне из-за своих идолов. Ну или можно перевести «так я верну себе Израиль» или «так я облечу Израиль». Там разные могут быть понимания оригинального текста. Но смысл ясен – впустить в сердце собственного идола. Идол может быть чем-то внешним. Но когда человек уже к этому идолу прямо прикипел так, что не может без него жить, вот тогда все плохо. Порок, да, бывает, что человек грешит, но когда он застил себе взор, когда он ничего уже не видит, кроме этого порока, вот у него этот порок только перед глазами, он ничего больше не замечает, то что он хочет от пророка? Он может получить только одно – обличение этого идола и этого порока. А он, может быть, хотел рассказы о том, как же все будет хорошо, или каких-то подсказок в практической жизни. Не получится. «Так что передай дому Израилеву, что говорит владыка Господь. Обратитесь, отвратитесь от ваших идолов, от мерзостей ваших, лицо отвратите. Ведь если кто из израильтян или живущих в Израиле переселенцев оставил меня, впустил в свое сердце собственного идола, загородил в себя взор собственным пороком и пришел к пророку, чтобы вопрошать меня, я сам дам ему ответ, сам займусь таким человеком». Вот зачем приходят к пророку вообще? Вот пророк – это такой секретарь. Бог – это такой большой-большой начальник, к которому вот так просто не войдешь. А пророк – это секретарь. Ну вот как секретарша принято с цветочками, с шоколадками, чтобы уладить какой-то вопрос с ее начальником. Бог говорит, нет, не ходите, я сам займусь вашим вопросом. И это, конечно, не то, чего хочет человек в своей слабости, в том, что он думает как-то уладить через пророка эту историю. И вновь видя подчеркивание – собственный идол, собственный порок. Вот когда человек это присваивает. Понятно, что много в мире гадостей, так или иначе каждый человек оказывается в нее вовлечен. Но совсем другое дело, когда он говорит, вот это мое, вот это уж мне важно, вот это вот, только это я и вижу. Да, вот тогда все действительно плохо. Сам займусь таким человеком, сделаю из него пример в посмешище, отсеку его от моего народа, и узнаете, что я Господь. А если пророк заблуждений скажет нечто, то это я Господь ввел его в заблуждение. Или, может быть, я Господь покажу, что он заблуждается. Бывает, что пророк пророчествует неверно, вот, но и это от Господа, это тоже часть его замысла, да, что пророки могут говорить неверно, и это специальное такое заблуждение, как способ поймать кого-то. «Я занесу над ним свою руку, уничтожу его среди моего народа Израиля. Оба они будут виноваты, причем вина вопрошавшего равна вине пророка». Тот, кто задает вопрос с целью как-то себя оправдать, выгородить, и тот, кто дает ответ, чтобы оправдать, выгородить, равно виноваты. «Так что пусть не блуждает впредь дом Израилев, оставив меня, пусть не оскверняется преступлениями, и будут тогда моим народом, а я буду им Богом, пророчество владыки Господа». Вновь и вновь, смотрите, вот, когда они перед Богом, то они народ, они все вместе. А когда собственный порог, собственная нечистота, то каждый по отдельности. Вот, собираясь вокруг Бога, люди вместе сходятся. Удаляясь от Него, они друг от друга отходят тоже. «Было мне слово Господне, сын человеческий, если согрешит против меня какая-то страна своим вероломством, ну, а, собственно, какая?» Понятие вероломства – это, в общем-то, из международного права. И тогда было тоже, да, некая страна заключила договор с Великой империей о Сирии, например, но впоследствии отпала. И эта страна, она становится объектом уже нападения мести со стороны этой Великой империи. И вот здесь Господь, как такой суверен, который заключает договор со страной, и та может от Него отпасть, конечно, она тем самым сделается виновным. «Согрешит против меня какая-то страна своим вероломством, я занесу над ней руку, истреблю в ней хлеб и нашлю голод, стану губить и людей, и животных, и в ней окажутся трое – Ной, Даниил и Иов, то своей праведностью они спасут лишь собственную жизнь». Три праведника. Ной во время всемирного потопа со своей семьей спасся, потому что Господь его избавил. Даниил, пророк, который был в Вавилонии, как раз Иезекииль там тоже находится, и вот он был действительно таким праведником, который, ну, пожалуй, не только сам себя спас, но который способствовал обращению всех израильских пленников к вере. И Иов – человек, который вообще непонятно где жил, ну, целая книга ему посвящена, и в этой книге говорится о том, что он жил в земле Уц, это, возможно, где-то в Идоме. Вот люди, которые выделялись из своего окружения, и которые, в общем-то, могли бы быть проводниками Божьего спасения в этом мире, но если вся страна от Бога отпала, то такой человек только себя может спасти. Конечно, не сам спасти, я понимаю, что звучит немножко догматически неверно, но, скажем так, здесь так сказано в Ветхом Завете, и имеется в виду, что их праведность, она будет для них спасительна. Ну, назовем это так, чтобы было догматически более приемлемо. Таково пророчество Владыки Господа. Или если я наведу на эту страну диких зверей, чтобы она осиротела, стала из-за зверей непроходимой пустыни, то эти трое мужей посреди нее жив, я пророчит Владыка Господь, не спасут ни сыновей, ни дочерей, только сами спасутся, а страна превратится в пустыню. Но и спас сыновей с их семьями, и свою жену, и их жену. Собственно, так получилось новое человечество. А Иов не спас сыновей и дочерей с Данилом. Вообще как-то семейная история, непонятно была ли она там. Но это не пересказ их истории, это такой пример, что ли, на будущее, что вот в такой ситуации просто праведность не переходит даже на ближний круг. Вот у Эзекииля есть очень важный этот принцип личной ответственности человека. Вообще в древности больше принята родовая ответственность. Вот наше племя, вот наш народ, он там хороший или плохой, вот ты представитель своего рода, твои отцы и правоцы, твои дети и внуки и так далее. А здесь каждый сам перед Богом. Есть в Библии и то, и другое, вот у Эзекииля скорее эта сторона. Или если я обрушу на эту страну меч, велю мечу пройтись по стране, губя в ней людей и животных, то эти трое мужей посреди нее жив я, пророчит Владыка Господь, не спасут ни сыновей, ни дочерей, только сами спасутся. И если пошлю я на эту страну мор, пролью на нее мой убийственный гнев, губя в ней людей и животных, то Ной, Даниил и Ио, вжив я, пророчит Владыка Господь, не спасут ни сыновей, ни дочерей, а своей праведностью они спасут лишь собственную жизнь. И вот что говорит Владыка Господь. Четыре этих жутких кар, меч, голод, зверей, мор, пошлю на Иерусалим, губя в нем людей и животных. Начинает так издалека. Вот некая страна согрешит вероломством, но вероломством может согрешить отступничеством только Израиль, потому что остальные народы и так не подчиняются Богу. Нельзя отпасть от того, с кем ты не заключал завета, договора. Это может быть только с Иудеей, Израилем и Иерусалимом. Но будет сбережен остаток, он сможет покинуть город. Ну вот, собственно, эти три праведника, образец такого остатка. И когда выйдут оттуда ваши сыны и дочери, и увидите их дела и поступки, то утихнет ваша боль о бедствии, которую я обрушил на Иерусалим, обо всем, что я обрушил на него. Утешат они вас, когда увидите их дела и поступки, и поймете, что не напрасное причинило ему все то, что причинил. Таково пророчество Владыки Господа. Остаток, постоянная тема, те, кто остаются после бедствия. И не напрасно, бедствие не напрасно. Способ отделить живое от мертвого, хирургическая операция, болезненная, кровавая, но для Ветхого Завета необходимая. Необходимая для того, чтобы этот остаток уже без язычества и насилия, по крайней мере, какое-то время существовал. Постоянная такая процедура отсеивания мусора плевел от зерна, от того, что останется в истории, от того, что, собственно, передает эту миссию Израиля дальше. Продолжение следует...